22 марта баскетбольный клуб «Нефтяник» сыграл заключительный матч чемпионата России среди команд премьер-лиги в этом сезоне. На домашней площадке амички сразились с Енисеем из Красноярска. Для «Нефтяника» поединок был важен только в плане позитивных эмоций. Наши баскетболистки выполнили задачу на сезон и сохранили прописку в премьер-лиге. В начале игры команды соперничали на равных. Мы хотели просто уже сыграть. Последняя игра как праздник, можно сказать, чисто для себя любимых. В середине первой четверти баскетболистки «Нефтяника» допустили ошибки в атаке. Соперницы забросили несколько мячей в быстрых контрвыпадах, создали разницу в 10 очков. Наши девушки так и не сумели преодолеть это отставание. «Нефтяник» уступил 56-69. Мы находимся на 10 месте и считаю, что для первого года это, наверное, неплохой результат. Хотелось бы, конечно, чтобы мы двигались дальше вперед. Я всех девчонок благодарю за сезон. Хороший или плохой он не был. Думаю, что все приобрели игровой опыт. И надеюсь, что они от этого опыта только дальше будут мастеровить и дальше развиваться, а не останавливаться на месте. По завершении игры первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник вручил призы лучшим игрокам матча. В составе «Енисея» награду получила Арсения Матвеева, а в нашей команде Виктория Бономарчук. Сезон был первый в премьер-лиге, сезон был сложный, сезон был яркий. Было, к сожалению, много травмированных игроков. И много из тех, на кого тренерский штаб делал ставку именно в игре, они были травмированы. И даже некоторые не выходили в течение всего сезона на игру. Но, тем не менее, я считаю, команда с дачами справилась. Задача это была провести первый дебютный сезон, провести достойно, показать конкурентную борьбу. Сложно заходить в самую сильную лигу страны. И я считаю, мы с этой задачей справились. На сегодняшний день тренерский штаб сделал уже определенные выводы. Плотно занимается комплектованием команды на следующий сезон. Я уверен, что мы покажем положительную динамику и рост уровня команды, рост места, которое в следующем сезоне займет команда. И будем очень надеяться, что в следующем году нам будет по силам выйти в плей-офф и уже приблизиться к лидирующим ступеням. Затем баскетболисток Нефтяника поздравил с завершением сезона глава Одесского района Евгений Журавлев. Он вручил букет цветов главному тренеру Елене Лазуткиной. Болельщики и команда сделали фото на память.